Уже скоро, уже очень скоро начнется новый клубный футбольный сезон, чего мы, конечно, ожидаем с большим нетерпением. Всем привет, с вами Юрий, канал Диванный Футбол. И это опять горячая подборка событий, трансферов, а также трансферных слухов в мире футбола. Начинаем АПЛ Англия. Фулхем подписывает центрального нападающего мексиканца Рауля Хименеса. Рауль Хименес достается Фулхему за 6 миллионов евро. В принципе, сумма небольшая, но ему уже 32 года возраст и поэтому такая цена. До этого Хименес защищал цвета Уверхемптона 6 сезонов. Также до этого он выступал за Бенфику и также до этого он выступал за Мадридский Атлетика. Контракт Хименес с Фулхемом подписал до лета 2025 года, то есть на 2 года. Как я уже раньше говорил, Хименес хорошо знаком с британским футболом и спустя столько сезонов, спустя столько лет в АПЛ он непременно поможет своему новому лондонскому клубу Фулхем. Дальше Ливерпуль. You never work alone. Джон Дар Хендерсон попрощался с фанатами Ливерпуля. В составе Ливерпуля Хендерсон выступал на протяжении 12 лет. Он перешел в Ливерпуль из Сандерленда, чьим воспитанником он является за 19 миллионов евро. За все это время он сыграл за Ливерпуль 360 матчей. Также на его счету 29 голов. Несомненно, с одной стороны, конечно, печально, что это один из моих любимых футболистов. Это капитанище. На таких футболистах держатся целые команды. И поэтому, с одной стороны, печально, что он уже покидает Ливерпуль, с другой стороны, ну не вечно же ему там играть. Нужно давать дорогу молодым, а как ты им дашь дорогу? Им нужно давать игровое время на поле, им нужно отдавать запасы, доверие. То есть доверять нужно и бросать прямо. Сейчас АПЛ очень сильно, и поэтому прямо они будут бросаться сейчас в топку. Но без этого никак. Без этого не построишь уже новый Ливерпуль, потому что старый, он все уже. Он закончился, чему мы в прошлом сезоне были и свидетелями. Начиналось все вроде бы как неплохо. Да где там неплохо? Там и начиналось все уже печально. Там еще должно было это все сыпаться в сезоне 21-22, когда Ливерпуль вышел в финал. Я тогда еще удивлялся. Я удивлялся, конечно, магии Юргена Клопа. Также я еще удивлялся гениальности Юргена Клопа. Я думаю, блин, ну клуб делает, ну по сравнению с другими клубами, он не делает столько трансферов, не тратит столько. Но до такой степени, сколько они там соперничали с Монсити, сколько какая у них там лет 5-6 у них была гонка. И гонка такая, где Ливерпуль там отставал на дно очко. Вот там когда-то они заняли, по-моему, набрали они определенное количество очков. Ну там по разнице забитых пропущенных. Опять Лига Чемпионов, три финала. То есть, ну фантастическая игра. И здесь, конечно же, Джон Дар Хендерсон, это был один из главных виновников этого всего. То есть, даже вот в прошлом сезоне, когда череда травм была у Ливерпуля, на Хендерсоне много держалась. Он пахал за троих. Он просто так пахать уже, ну, не в состоянии. Это ненормально, когда человек такой возрастной футболист, столько пашет. Поэтому нужно в команде все настраивать. Нужно как-то разгружать такие, как Хендерсон, чтобы не было повтора предыдущего года. Потому что, ну, это, это ненормально. Такой клуб с такой историей. Я еще раз говорю, Ливерпуль в прошлом сезоне, он уже зашел в тупик. Уже цикл закончился. Там уже нужно было омолаживать состав. Почему ушел Фермина, Хендерсон, почему до этого ушел Моне. Многие говорили, видите, вот Моне там бросил, вернее, ушел из Ливерпуля и все. Ливерпуль просел, да и, в принципе, и Моне слишком много ничего не показал в Баварии. И почему сейчас Моне оценивается в 25 миллионов евро, ну, 31 год. Почему его никто не покупает? Да потому что все понимают, что Моне провел долгое время в АПЛ. То есть, травмы, нагрузки. То есть, футболист после такого цикла, ну, он не молодеет. Да не то, что не молодеет, он лучше не становится. Да, там опыта выше крыши, но там будут травмы, там все очень непросто. АПЛ это длинный марафон и здесь футболисты, ну, работают на износ. Почему Моне, мы сейчас до него еще дойдем. Почему, кроме как из Саводской Аравии, нормальных предложений не поступает. Да потому что клуб понимает, что покупая Моне, сейчас они берут на себя большие риски. Здесь даже не про трансфер, хотя 25 миллионов, опять, это деньги. Хоть и, в принципе, по современным меркам небольшие. Но ему нужно платить нормальную зарплату, да и вообще, он сейчас опять травмируется. И лечи его, и плати ему зарплату. Короче, клубы европейские, они хорошо умеют считать деньги. И возвращаясь к теме Хендерсона, за него все равно приятно. Он переезжает в Лоскар Аравию с хорошей зарплатой. К Стивену Джерарду, который сейчас будет тренировать клуб. И, ну, пусть человек поиграет в свое удовольствие. Пусть человек заработает себе хорошо на пенсию. Он, вот, этот человек точно в Ливерпуле, вернее, если смотреть на его игру в Ливерпуле, он это точно заслужил. Это не сачок, это пахарь из всех пахарей. Таких пахарь, как Хендерсон, еще поискать. Дальше, Эмью. Эмью близок к подписанию опорного полузащитника марокканца Сафьяна Амрабата. Я хочу напомнить, что его трансферная цена сейчас 25 миллионов евро. Амрабат покупался Фиорентиной у Вероны несколько сезонов назад за 19,5 миллионов евро. В принципе, за эту сумму Эмью готовы забрать Амрабата себе. В принципе, трансфер неплохой. Опять, если посмотреть, что он вытворял на чемпионате мира, то трансфер топовый. По поводу Фиорентины сказать очень сложно. Конечно, большое количество есть примеров, где футболист, играя в средних клубах, даже итальянских, ну, как бы был полезен, но не был так прямо на виду. Потом перебирался куда-нибудь посильнее клуб и, ну, не сразу, но потом превращался в топа. Поэтому, ну, если Эрик Тенхак видит в нем потенциал, а он видит в нем потенциал, потому что я хочу напомнить, Эрик Тенхак уже работал с Амрабатом в Утрехте. Это был сезон 15-16, чемпионат Нидерландов. Короче говоря, он, Амрабат, ему знаком не понаслышке. Он прекрасно знает, чего стоит Амрабат. Он знает хорошо его футбольные качества, и поэтому он, ну, это все равно, это определенный риск. Потому что в АПЛ, кого бы ты ни взял, это риск. Не каждый даже топовый исполнитель там приживается. Но опять, 25 миллионов, я думаю, это стоящий риск. Это же не Санчо, за которого выложили столько. Это же не Антони, за которого выложили 95. Я думаю, что за 25 миллионов можно рискнуть и можно попробовать. Дальше, не отходя от темы МЮ, Скотта Мактумене предлагал купить Вестхэм, но МЮ отказались. Вот здесь, да, я хочу уточнить, что Скотт Мактумене это опорный полузащитник. Также он умеет выступать на позиции центрального полузащитника. Также он умеет выступать на позиции центрального защитника. И здесь оценивается он 25 миллионов евро. И здесь какая-то неадекватная реакция от руководства МЮ. До такой степени они в последнее время как-то превышают цену на футболистов. За Мактумене тоже тот же самый Вестхэм предлагал 30 миллионов. Они говорят, он стоит не 30 миллионов евро, а он стоит 50 миллионов фунтов. И в то же время они говорят, что Мактумене в шорт-листе на выход. То есть он им не нужен. Теперь Мактумене 25 миллионов евро, они хотят 35. То есть накидывают на ровном месте 10 миллионов. И это ненормально. Также я хочу отметить, что Мактумене находится в списке из 4 футболистов, которым Тенхак указал на выход. То есть там Санчо, Фред, Мактумене и тот же самый Магуайр. Он сказал, что эти футболисты ему не нужны в следующем сезоне. Поэтому я не понимаю, от чего такая неадекватность. 25 миллионов евро вам дают. Все, пожалуйста, Вестхэм. Вы не хотите укреплять конкурентов? Ну, если вам Вестхэм конкурент, ну, извините, о чем тут дальше говорить? Если боятся, что Вестхэм навяжут там страшную конкуренцию, ну, это смешно. Если там заявлять, что мы будем бороться с золота и бояться Вестхэма. Если вы не боитесь, что вы укрепите конкурента, ну, зачем загинать 35 миллионов? То есть сейчас опять, ну, в Англии, да, у команд таких даже середнячков, у них деньги есть. Там Вестхэм, Останвилла, там есть такие команды, для которых это не сумма. Там и зарплату дать нормальную можно все. Ну, блин, но не стоит реально больше 25 миллионов. Вот в чем вся, как бы, загвоздка. Ну, кто-нибудь из Солудской Аравии, да, там купят. Ну, Мактумен сам не поедет в Солудскую Аравию, потому что он еще хочет, однозначно хочет поиграть. Он толком нифига еще не выиграл, ну, выиграл там семью, кубок, там такое. Но в значительной степени ничего не выиграл. Поэтому вот это вот, я не понимаю, кто даже, кто даже этим в МЮ всем рулит. Я не думаю, что это даже Эрик Тенхак. Эрик Тенхак, мне кажется, он показал свое видение. Он сказал, что вот 4 футболиста, которые мне не нужны, а кто-то этим рулит до такой степени не квалифицированно. Ну, просто, просто возникают у меня, да не то, что какое-то отвращение, но недоумение. Просто что вы хотите, блин, вот что вы. Вы хотите, чтобы он остался на следующий сезон, опять мариновать его. И вы его будете мариновать, ну, будете платить ему зарплату, опять в конце следующего сезона скажете, ну, Мактумен и нам не нужен, только народ. Он же, если опять так будет мариноваться, он же опять упадет в цене. Это как Магуайр. Магуайр стоил еще в марте, Магуайр стоил 38 или 39 миллионов. Сейчас он стоит 22, то есть, ну, трансферный рынок, он же не стоит на месте. Если футболист играет, если у футболиста все круто, да, он растет. Если футболист не играет, у него все плохо, опять цена же падает. Здесь как на бирже. Поэтому, что они ждут, что они мутят, я вот, я не понимаю. И вообще в этом сезоне вымьют, какая-то неадекватная, какое-то, ну, балабольство какое-то. Еще не закончился прошлый сезон. На слуху, Осин Хентом, Кварацхелия, Кейн. Да, мы сейчас купим, да, мы сейчас разорвем. Пришел сезон, ну да, Анана, без запросов. Топовый кипер нужен. Маунт, ну, так, как бы за Маунта, если честно, даже переплатили. Вот за Маунта нужно было загинать только не в ту сторону, а в сторону убывания. Потому что у Маунта контракт заканчивался. Нет, они за него там отвалили больше, там, 50 с чем-то миллионов. И начинается, вот теперь, Магуайр, ну, за Амрабата до этого новость была. Если подпишут за 25 миллионов, вообще замечательно. Вот даже продайте Мактумины, возьмите Амрабата. В принципе, ну, наверное, наверное, ничего не потеряете. Конечно, рискован он, ну, опять, вот тут неадекватность, неадекватность, какое-то балабольство. Но зачем-то тогда делать такие заявления, что мы там будем сейчас все скупать, мы там сейчас будем. А потом пришло время, нам, у нас финансовые возможности не позволяют. И у вас нет таких финансовых возможностей. Ну, не надо ничего обещать, потому что фанаты, те же самые Мью, они ждут, ждут, что вы кого-нибудь попового купите, что там будет борьба. И в результате, ну, ничего этого мы не видим. Дальше. Недавно умер в возрасте 69 лет экс-форвард сборной Англии, также Ноттингем Фореста, Бирмингема, Трейвер Фрэнсис. Он стал известен тем, что это был первый англичанин, за которого заплатили 1 миллион фунтов. Именно Ноттингем Форест заплатил Бирмингему 1 миллион фунтов, и Трейвер Фрэнсис перебрался в состав Ноттингема. Также хочу отметить, что Трейвер Фрэнсис двукратный обладатель Лиги Чемпионов. Тогда этот турнир назывался Кубок Европейских Чемпионов, но в сезоне 78-79 и 79-80 Ноттингем Форест два раза подряд выигрывал Лигу Чемпионов. Очень жаль, конечно, безусловно, это потеря для всего футбола. Многие, конечно, уже, особенно здесь, что здесь такого действующего поколения. Многие, которые там даже далеко не действующие, даже не знают, кто это такой. Но, тем не менее, это в свое время был великий футболист. Дальше, Италия, серия А. Сериал. Центральный попадающий аргентинец Интера Лаутара Мартинес. Первое. Он назначен новым капитаном Интера. До этого капитаном был словенец Ханданович, который покинул клуб. И второе. Он официально заявил о том, что... Он дал интервью, заявил о том, что ему официально поступали предложения. Вот эти дикие предложения из Саудовской Аравии, где ему предлагали дикую зарплату 48 миллионов. Потому что, он говорит, появилась инфа, и многие начали говорить, что это какие-то фейки, это какие-то вбросы. Он подтвердил, что на самом деле такое и было. И подтвердил эту информацию, что он отказался, что он захотел остаться в Интере. Короче, он захотел остаться в Европе. Он захотел бороться дальше за какие-нибудь весомые трофеи. Ну, понятно, что Лаутара Мартинесу еще рано в Саудовскую Аравию. Понятно, что ему еще нужно продержаться как можно дольше. Если такая тенденция пойдет в Саудовской Аравии дальше, если это все как-то не заглохнет, как в том же самом Китае, то ему однозначно поступят по типу таких предложений еще через 2-3 года. Если тебе предложили раз, тебе предложат по-любому еще раз или два или три. Поэтому, ну, что ему сейчас гнаться за деньгами? Во-первых, он далеко не бедный футболист или не бедный человек. А во-вторых, ну, реально спортсмену нужно что-то выиграть. Но сейчас переходом в Саудовскую Аравию, да, он все там заработает нормально денег. Но он себе полностью угробит свою футбольную карьеру. То есть, после Саудовской Аравии, ну, там уже, там уже будет такой уровень, что там, ну, ты уже никуда не влезешь в европейский футбол. Ну, может быть, куда-то влезешь, но не в те клубы, которые играют, например, в Лиге Чемпионов. Поэтому Мартинес все это официально подтвердил. Он сказал, что предложения такие поступали, но я отказался. Продолжается бельгийский сериал Ромео Лукаку под названием Ромео Лукаку. А теперь Ювентус. Я хочу напомнить, что до этого на него претендовал Интер. Он, в принципе, футболист лондонского Челси официально. Интер до этого предлагал выкупить, не выкупить, а взять в аренду Лукаку. А Ювентус предложил купить Лукаку. И до этого Челси заявляли, что они рассматривают вариант только с продажей. Они говорят, аренда нам не нужна. То есть, пожалуйста, покупайте, забирайте, сами платите ему зарплату. В общем, разбирайтесь с ним. Мы не хотим здесь принимать участие. И вроде бы Ювентус сначала согласился. Думает, 40 миллионов евро, нормальная цена, мы его выкупаем. Но потом как-то они подумали, что там переосмыслили. И теперь они пытаются уговорить Челси опять вернуться к разговору об аренде. Хотя Челси до этого предупреждал не только Ювентус, а многие клубы. Что никаких аренд. Опять зарплата, опять то, что я до этого раньше говорил. И получается, Ромео Лукаку не нужен Челси. Теперь он не нужен Интеру. Потому что Интер узнали, что он ведет переговоры, вел переговоры еще с весны за спиной Интера, чтобы перебраться в Ювентус. В такой клуб. Это страшный враг для Интера в Италии. Поэтому фаны Интера, они разгневанные. Они не хотят видеть Лукаку у себя в клубе. И остается вариант только с Ювентуса. Но что-то Ювентус пытается мутить воду. Возможно, у них есть какая-то альтернатива Лукаку. Ах да, они сказали, что они могут подписать Лукаку, если они продадут Серба Душина Влаховича. А Влахович стоит, но он сейчас так нормально стоит за него. И по европейским меркам, ну там, Пассажей, Ньюкрасл, такие клубы могут предложить ту сумму, там, в размере 90 миллионов. Ту сумму, которую за него хочет получить Ювентус. И поэтому опять ситуация в этом плане напряженная. Скорее всего, поэтому и Ювентус и пытается взять Лукаку в аренду. Не знаю, там, что там они подсовывают за договор, контракт Луновскому Челси. Возможно, там аренда с правом выкупа. Но, как я уже раньше сказал, ситуация усугубилась. И Челси вообще ни в какую. Они говорят, вообще ни в какую. Если нет, не знаю, мы будем либо мариновать его у себя в составе, либо поедет куда-то в Саудовскую Аравию, если у него уже выбора не будет, и будет доигрывать там. Вопрос с арендой стоять не должен. Только продажа. И только 40 миллионов. Дальше. Ла Лига Испания. Иско. Это атакующий полузащитник. Также он умеет выступать на позиции центрального полузащитника. Также он может выступать на позиции левого вингера. Так вот, Иско перебрался в Бетис. Он подписал контракт с этим клубом сроком на один год. До этого он сезон провел в составе Севильи. А еще до этого он целых 9 лет провел в составе Мадридского Реала. Мадридским Реалом он покупался в сезоне 13-14 у Малаги за 30 миллионов евро. Определенное время в Мадридском Реале он провел на топовом уровне. Но года 3-4 он прямо мучился. Он мучился и мучил руководство Мадридского Реала. И в конце концов ушел просто-напросто в статусе свободного агента. Следующая новость она будет касаться Барселоны. Немецкий полуточительник Барселоны Илкай Гюндаган делился своим впечатлением, поделился своим мнением по поводу будущего обладателя золотого мяча. Он сказал, что он рассматривает только две кандидатуры. Это, конечно же, Лео Месси и это, конечно же, Эрлинг Холланд. Он сказал, что оба они провели замечательные сезоны. Оба они выиграли серьезные трофеи. Также он отметил, что все равно, несмотря на космическую статистику Холланда, у Лео Месси больше шансов, чтобы получить золотой мяч осенью в октябре. Дальше Бундеслига. Баруся Дортмунд подписывает австрийца Забицера. Я хочу напомнить, что Забицер это центральный полузащитник. Также он будет выступать на позиции атакующего полузащитника, также на позиции правого вингера. Забицер обошелся Дортмундской Баруси в 19 миллионов евро. Хочу также добавить, что его трансферная цена сейчас 20. Трак подписан до лета 2027 года. В прошлом сезоне, половину прошлого сезона Забицер провел в аренде в МЮ. За это время в МЮ он сыграл 18 матчей, забил 3 гола, отдал 1 асист. За Баварию он сыграл, до этого за Баварию он сыграл 54 матча, в которых забил 2 гола и также отдал 2 асиста. У МЮ была мысль выкупить Забицера в конце этого сезона, но в последний момент Эрик Тенхак отказался от этой мысли. И он сказал, что нужно его отпускать обратно назад в Мюнхен. Следующая новость, она уже будет касаться как раз мюнхенской Баварии. Вернее, не новость, а три новости. Первое, это то, что руководство Баварии подтвердили, что Садио Моне официально ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии. А Наср, где выступает Кришан Роналду, что нет сильно покупателей на Моне. В Европе нет, он стоит 25 миллионов евро, но при том, что он стоит 25 миллионов евро, никто не хочет рисковать его брать, потому что он после АПЛ и он сейчас может поломаться в любое время и все. Ван Наср предлагает за него 50 миллионов долларов Баварии и также там около 30 миллионов он предлагает зарплату самому Моне. При условии того, что там там же с налогами не так, как в Европе. Это в Европе он официально, черные получают 20 миллионов, а чистыми там естественно меньше. Здесь, пожалуйста, 30 миллионов чистыми на руку. Поэтому я раньше сказал, у Моне, скорее всего, не остается никакого выбора. И, скорее всего, он, наверное, будет подписывать контракт с клубом из Солуской Аравии. И третья новость, она будет касаться Харри Кейна, многострадального Харри Кейна. В принципе, в каждом видео, но в основном я упоминаю о Харри Кейне. Бавария повысила предложение Тоттенхэму или для Тоттенхэма. На данный момент они предлагают Тоттенхэму 100 миллионов евро. 100 миллионов за футболиста, чей контракт заканчивается через год. И также они сообщили руководству Тоттенхэма, что это их лимит. То есть предложение повышаться выше не будет. 100 миллионов или нет. Тоттенхэм еще никак не отреагировал на это заявление. До этого они сказали, что мы никаких переговоров вести не будем. Что Харри Кейн остается... Остается, так и остается. Доиграет и уйдет свободным агентом. Но сами они надеются, естественно, на то, что они как-то уболтают. Может быть с помощью болельщиков Харри Кейна продлить контракт со своим клубом. Также была инфа, что Тоттенхэм предлагает Кейну в случае продления контракта с ним зарплату 450 тысяч фунтов в неделю. Также у Харри Кейна статистика просто бомбовая. За прошлый сезон он сыграл 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 ассистов. Короче, я не знаю, Левандовский, понятно, что зашел бы обратно в Баварию, но он туда не вернется. Я не знаю, кого сейчас даже по типу Харри Кейна можно предложить Баварии. Кто именно с такими скиллами помог бы, резко перешел бы в Баварию и резко бы начал помогать. Но таких как Харри Кейн, я даже не знаю, кого еще назвать. Один Харри Кейн только на уме. Он реально перешел бы сейчас в Баварию и он бы сейчас там заиграл как родной. Возможно, были бы у него некоторые трудности в связи с тем, что там чемпионат другой, в связи с тем, что стили игры разные. Но я думаю, Харри Кейн быстро бы с этим справился. Тем более с такой полузащитой, как у Баварии. Я бы лично хотел посмотреть на это, чтобы Харри Кейн прямо в этом сезоне перебрался. И чтобы он помог Мюнхенской Баварии с такой полузащитой. Чтобы у него были шансы что-нибудь выиграть. Потому что в Тонахеме там шансов не их нет. Что все молятся на Холланда. Вот он там 36 голов забил. Так у Холланда какая полузащита и какое там на него воздействие идет. Какие ассисты, сколько ему передач повыдавали. Сколько ему голов на блюдечке прямо сделали. Да, он свою работу сделал топово, без опросов. Но Харри Кейн забил не 36, а 30. И явно же Харри Кейну помощь там была не такая, как Холланду. Харри Кейн там сколько голов, он просто ни из чего сделал. Поэтому в Мюнхенскую Баварию он зашел бы как родной. Ну, возможно, конечно, я не прав. Но на данный момент, видя, как играет Хейн, какая у него жажда к трофеям, он зашел бы как родной. И он бы там провел топовейший бы отрезок своей футбольной карьеры. Осталось только ему туда перейти. И, наконец, Франция. Лига 1. Здесь речь пойдет только об одном клубе, о ПСЖ. И речь пойдет о одном футболисте, о Килене Мбаппе. Килен Мбаппе попал в очень неприятную ситуацию. В очень неприятную. Но она, эта ситуация, это как бы уже последствия. Потому что в прошлом сезоне он допустил роковую ошибку. Он продлил контракт с клубом. Он повелся на все вот эти красивые уговоры, что там подпиши контракт. И там, пожалуйста, в 2024 году захочешь, уйдешь. Но это все были слова. Это были такие способы влияния или элементы влияния на Мбаппе. Мбаппе, как дурачок, повелся, подписал контракт. А теперь получается, что его вынуждает ПСЖ продлевать контракт. Этот контракт заканчивается в 2024 году. Он уйдет, он может уходить потом в 2024 году свободным агентом. Но на него уже такая гора хейта. Такое прямо воздействие. Такой прессинг на Мбаппе идет. Его отстраняют от первой команды, от тренировок, от турне. Теперь ему говорят вообще, что ты там играть не будешь целый год. Что мы тебя мариновать будем. Теперь ему говорят, что ты там тренироваться не то, что с первого состава не будешь. Ты будешь там тренироваться с каким-то только третьим составом. И опять, это все последствия того, что он повелся. Опять, мне так интересно, Макрон, президент Франции, он же тоже свои 5 копеек в том году ставил. Он же начал рассказывать, что вот там, он в том числе его уговаривал остаться. Теперь Мбаппе повелся на все это. И где теперь Макрон? Почему он не воздействует на босса в ПСЖ? Почему он не говорит, что это там вообще, это восходящая звезда? Это там чуть ли не герой нации? Какого хрена вы его так, ну, кошмарите? Какого хрена вы его так прессуете и маринуете? Что это такое? Ну, и все. В том году Макрон сказал, что да, 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 переподпиши. Ты гордость нации. Но как только запахло жареным, я что-то не слышу про Макрона. Ничего. Ни заявлений, ни каких-то переговоров с боссами парижан. Ничего этого не слышно. Но это Макрона. Это довольно такой скользкий тип, что мы наблюдаем даже в переговорах политических по Украине. Он на одно закрывает глаза, делает то, что ему выгодно. И, скорее всего, опять его в прошлом году, скорее всего, ему безразличная судьба этого самого Мбаппе. Его, скорее всего, попросили просто боссы клуба. Ну, и все. Макрон, как всегда, там, где ему выгодно, он взял свою выгоду и все. Теперь он растворился. Теперь он как будто вообще и не слышал об этой проблеме, что Мбаппе маринуют. И вообще, как эта ситуация закончится, непонятно. Но для Мбаппе это будет хорошим уроком, потому что, ну, нельзя. Это достаточно такое необдуманное решение. И это решение, ну, какие здесь последствия были хорошие? Хороших последствий здесь бы не было. Все. Он и так, ну, достаточно долго, относительно долго играл за... Если бы он в прошлом году ушел, он и так достаточно долгое время провел в ПСЖ. Играл в финале Лиги Чемпионов. То есть, очень много там всего сделал для клуба. Кстати, надо просто-напросто уметь говорить нет. Мбаппе как-то ему тяжело было в прошлом году сказать нет. Вот теперь он и расхлебывает это все. Ах, да, там же еще по Мбаппе. Аль Хилиаль предложил руководству ПСЖ 300 миллионов за сам трансфер. А Мбаппе зарплату 200 миллионов. Ну, Мбаппе напрочь отмел это все. Он говорит, народ, вы что? Я еще молодой, я хочу остаться в Европе. Я хочу здесь еще поиграть. И поэтому он отмел напрочь все это. Если тебе понравилось это видео, поставь этому видео лайк, чтобы помочь в продвижении моего канала. Теперь вопрос к тебе. Что же будет с Келленом Мбаппе в этом сезоне? Останется он в ПСЖ мариноваться? Продлит ли он контракт с ПСЖ? Переберется он ли в Мадридский Реал в этом сезоне? Или же в конце концов даст слабинку и переберется в Саудовскую Аравию? Что, конечно, очень маловероятно, но возможно. Как всегда, жду ваши комментарии и аргументы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok